Вообще, когда мы говорим об истории освобождения Москвы, связывая это с именем Пожарского, в первую голову, и Минина, у нас такая ассоциация, знаете, это событие октября-ноября 2012 года. А ведь на самом деле, вы только задумайтесь, на самом деле осада Москвы начинается с апреля 611 года, то есть почти два года вообще идет осада Москвы и освобождение Москвы. Так что вот этот огромный хронологический период, больше года, да, и он как раз не сводится к октябрю-ноябрю, дню единства, да, которое превращается, а вот такая кровопролитная, очень упорная борьба, борьба, когда в принципе решается вопрос вообще быть или не быть московскому государству, сохранит ли она свою самобытность, свою самостоятельность, суверенность. Не случайно в это время появляются такие очень трагические повести, плач о кончине, о разорении преславного московского государства, потому что вот когда получается вот эта ситуация, подавление, восстание, и еще одно очень важное событие, это взятие Сигизмундом III Смоленска, ну и еще там можно добавить даже третье событие, Это когда внутри первого ополчения произошел раскол, и один из таких наиболее активных руководителей первого ополчения, Прокофьев Липунов, был зарублен казаками. Ну, тут была такая провокация со стороны польского гарнизона, значит, Липунова, который возглавлял дворянские такие отряды, обвинили в том, что он задумал, так сказать, расправиться с казачьей частью первого ополчения, с бывшими тушинцами, которые теперь, так сказать, служили в первом ополчении. И вот казаки, так сказать, вот этот раскол между дворянством и вольным казачеством, так называемым, он привел вот таким трагическим эпизодом, и первое ополчение распалось. Вот посмотрите, что получается, вот кто будет освобождать Москву, кто будет защищать веру православную? Гермоген умирает, его в конце концов в чудовом монастыре по преданию уморили голодом. Смоленск пал, московское восстание закончилось неудачей, значит, первое ополчение раскололось, дворяне после убийства своего лидера Прокофья Липунова, многие дворяне просто испугались и уехали в свои имения, в свои поместицы, в общем, разбежались, грубо говоря. И действительно, это вот такой самый трагичный месяц смута, когда казалось, что царство Антихриста, а так воспринимали все происходящие события, вот оно, это царство Антихриста, или приходит, или уже восторжествовало. Ну и в этих условиях вы знаете известные события в Нижнем Новгороде, вот Маковского знаменитое его полотно, это призыв воззвания Минина к нижегородцам. На эту тему вообще очень много, так сказать, обращений Минина, нижегородского староста к своим соплеменникам, своим согражданам с призывом. Ну вот это самое, пожалуй, известное полотно Константина Маковского написано, это, кстати, самое большое историческое полотно, вот из картин, которые наши отечественные художники написали. Вот это воззвание, и вот здесь мы видим эти эпизоды, когда нижегородцы поддерживают Минина и начинает создаваться второе ополчение. На этот раз то ополчение, которое все-таки не распадется и освободит Москву. Я должен сказать, что тут как бы миф соединяется с реальной историей. В каком смысле? Ну вот здесь, если вы посмотрите отдельные эпизоды, отдельные фрагменты картины, где люди несут, так сказать, богатство, отдают свои деньги, там оклады снимают, драгоценные с икон женщины, вон там в кокошнике, если вы посмотрите, рядом с Мининым снимают драгоценности, серги там и так далее, и так далее. На самом деле, конечно, роль Минина в другом. Он возглавляет земство, самоуправление. И вот это самоуправление, которое восходит глубоко-глубоко в русские традиции, да, к общинам, по сути дела, традициям, к вечевым традициям, он включает механизмы вечевого принуждения, в результате которого и начинается сбор средств для освобождения Москвы. Важно, что Минин включает механизмы земства, земского принуждения, и вот благодаря включению механизмов земства, которые начинают заменять вообще-то государство, потому что государства-то нет, государя-то нет, межгосударевое, безгосударский период наступает. Для людей того времени, конечно, очень трагическая ситуация, потому что государь — это олицетворение государства и вообще страны в этом плане. Вот. И вот в этих условиях возникает вопрос, ну а кто будет военным предводителем первого ополчения? Второго ополчения, извините. И вот Минин, один из первых, называет имя Дмитрия Пожарского. Почему он его называет имя? Ну, видимо, уже понятно почему. Потому что вот в сознании людей поведение Пожарского на фоне постоянных измен, перелетов, воспринимается как поведение крепкостоятельного человека, как, по сути дела, защитника, едва ли не единственного защитника, который может возглавить это движение. Причем звание у него стольник. Это придворное звание, это звание, так сказать, царедворца, но отнюдь даже в думу не входящего в этом плане. Это не думный чин. Это достаточно неплохой чин, но можно сравнить его и назвать, но это где-то чин полковника. Но вот именно вот эта личная харизма Пожарского дает основание назвать его первым, так сказать, военным предводителем. Но Дмитрий Михайлович не только оказался военным предводителем, он оказался и, в общем-то, замечательным организатором с таким государственным мышлением. Потому что, кстати, когда к нему приехали, вот здесь как раз, видите, эпизод Пожарский, который, так сказать, от ран лечится у себя в имении, вот к нему приезжает делегация нижегородцев с просьбой, чтобы он возглавил, и он дает согласие. Но при этом он ставит условие, что, так сказать, материальную часть, организаторскую часть возглавит Минин. Это дает основание вообще говорить о том, что, видимо, они до этого были все-таки знакомы, и имена взаимно прозвучали не случайно. Не случайно, потому что каждый знал, как бы, свойства и деловые качества друг друга. Ну и Пожарский возглавляет военное ополчение. Оно формируется вот благодаря тому, что Минин собирает средства. Сюда присоединяются северные поморские города Мини, разоренные. Сюда приглашаются дворяне, в основном дворяне Смоленска, Дорогобужа и так далее. То есть те городов, которые были захвачены поляками, и где, значит, как бы, власть Сигизмунда III утверждается. И Сигизмун III предлагает дворянам, что они принесли ему клятву, были, так сказать, его поданными, по сути дела, или поданными Владислава. Тогда он сохранит их имение, поместье и отчины. А кто не согласен, те, таким образом, теряют все свои имущества, сажают семьи на телеги и должны уезжать покидать свой родной край, отчий край. Таких оказалось довольно много. И это вообще-то профессиональные воины, это служилы люди. Вы не думайте, что ополчение тех времен – это огромные, многотысячные такие контингенты. Нет. Дело решали сотни, ну, тысячи человек, но это были профессиональные воины. Это не были вот эти крестьяне там с дубинами и так далее, как иногда изображают в фильмах или в каких-то там не очень удачных литературных произведениях. Нет, дело лишали и спасали страну профессиональные воины. Еще раз повторяю, стрельцы, служилы люди по прибору, по отечеству. Но их же надо было содержать, им же надо было дать деньги на питание, на оружие и так далее. Вот эту огромную работу Минин и Пожарский проводят, опираясь на вот эти институты механизма земства. Они переходят, двигаясь вверх по Волге, туда, к Ярославлю. Не сразу идут к Москве, почему? Потому что вот это первое ополчение, остатки первого ополчения, в основном казаки, бывшие тушинские казаки, они мечутся, они не знают вообще-то примкнуть к капаченцам или очередного самозванства поддержать. Они на время даже целовали крест еще одному, очередному тушинскому вору, так называемому Псковскому вору, матюшке. Но, слава богу, достаточно быстро отступились. И начались постепенные переговоры. И в ходе вот этих переговоров, сближающие позиции первого и второго ополчения, а тут, имейте в виду, еще играет такую важную рощу, как амбиции руководителей. И вот в этом плане, опять же, разнится позиция Трубецкого, например, и Пожарского, потому что Трубецкой думает вообще-то о своей личной, своей корыстной какой-то выгоде, а Пожарский думает о деле, об освобождении Москвы. И до конца, в принципе, не удалось пока договориться. Но так или иначе, в августе, даже чуть-чуть раньше, второе ополчение покидает Ярославль и начинает двигаться к Москве. И начинается вот последний тур московского освобождения. В 20-х числах, в середине августа, ополченцы, второе ополченцы подходят к Москве, а в это время к Москве движется Хаткевич, Гетман Хаткевич. Это очень такая крупная, литовский великий Гетман Хаткевич, крупная фигура в польской истории, выдающий военачальник. На его счету победа над шведами, а шведская армия в Европе – одна из самых лучших армий. Вот, у Хаткевича где-то порядка восьми, ну, разные цифры называют, где-то порядка восьми, даже двенадцати тысяч человек, учитывая, что две с половиной тысячи еще сидели в Кремле и в Китагороде. Польский гарнизон полуосажденный. Вот, и первое ополчение вкупе со вторым ополчением ненамного превосходило по количеству ратников польские силы. И первоначально вообще оказались силы неравны, потому что поляки, особенно вот эти конные массы, вот эти летучие гусары известные, да, польские гусары, значит, они были одним из самых таких лучших кавалерийских легких конец, отрядов, которые обращали не только шведов, но и крымцев, и турок в бегство. И силы казались, в принципе, неравны. И ополченцам предстояла вообще задача, архитяжелая, отбить Хаткевича. А он ведь не просто так шел, он вез обозу с продовольствием. Почему обозу с продовольствием? А потому что к этому времени польский гарнизон вообще начал испытывать голод, нехватку в продовольствии. В Китае городе, в Кремле, где, кстати, в это время сидели не только поляки и литовцы, но и русские, очень много представителей, в том числе и Михаил Романов, будущий государь, он находился в Кремле в осаде. Вот такая любопытная, очень интересная деталь. И вот здесь в августе произошли известные бои. Хаткевич дважды подступал к Москве. Бои носили упорнейший характер вообще-то. Вот, и первое ополчение, в общем-то, на первых порах, в первые дни не особенно помогало пожарскому именину. Им приходилось отбиваться вот этих наскоков поляков, которые, по сути дела, до Китая города догнали, так сказать, прижали ополченцев. При этом, так сказать, они подвергались атаке с двух сторон, со стороны Хаткевича и со стороны Кремля. Оттуда выходили, пускай шатаешь от голода, но польские ратные люди, пытаясь ударить в тыл второму ополчению. И вот они устояли. Это была, конечно, очень такая кровопролитная героическая борьба. Но, так сказать, Хаткевич, поняв, что пробиться ему не удастся в районе Белого города, и во страшках, так сказать, стоят очень крепко ратные люди. Вот здесь, кстати, обратите внимание, знамя Пожарского. Это один из тягов, который, так сказать, развивался. И, так сказать, под этим знаменем ополченцы отстаивали и отбивались от нашествия Хаткевича. Он тогда, Хаткевич Гетман, переправился за Москворечья и нанес снова новый удар, но уже со стороны Замоскворечья 22 августа. И они вновь, так сказать, пробились к Москвореке, приезжали там и взяли Клементьевский острожек такой. Там была церковь святого Клементия, папы Клементия, одной из редких таких церквей в нашей истории. Не принято было, в общем-то, папы Клементия особенно, так сказать, возбегать через него церковь, редкая такая церковь. Значит, вот эта Клементьевская церковь, вот там стоял вот этот самый острожок. Я к чему веду? Понимаете, вот эта история освобождения Москвы, это история постоянных мест памяти, где происходили очень важные для нашей отечественной истории события. И вот здесь происходили эти бои. Здесь казаки пытались отстоять острожек, их выбили. Потом была новая атака, и они выбили уже поляков, и здесь захватили обозы, которые должны были прорваться в Кремль. Кстати, кое-какие обозы все-таки прорвались в Кремль, и гарнизон в Кремле, так сказать, получил какие-то, так сказать, и боеприпасы, и продовольство. Может быть, это и позволило им еще продолжать борьбу. Но так или иначе, здесь свою роль сыграли две фигуры. Минин, который попросил у Пожарского несколько сотен свежих сил, с помощью которых он ударил в тыл и во фланг наступающим войскам Хаткевича. И Аврааме Палицын, знаменитый, так сказать, келлер Троица-Сергиевского монастыря, оставивший самую, пожалуй, популярную повесть о смутном времени, который приехал в стан казаков второго ополчения и уговорил их, пускай уговорил их, обещая богатство Троица-Сергиевской лавры, поделиться с ними. Вот, эти казаки, так сказать, вопреки позиции Трубецкого, в принципе, тоже, так сказать, приняли на второй день активное участие в сражении. И вот эти новые силы, свежие силы, вдохновленные речами Палицына, призывами Минина, они нанесли сильный удар, и поляки дрогнули и покатились назад. И вот эта попытка Хаткевича деблокировать Кремль, она рухнула. В результате он отступает, значит, оставляет Донской монастырь, Воробьевы горы отходят туда, обещает вообще-то через три недели вернуться со свежим воздухом, в войском, но это так и осталось с обещанием. Он уходит, отступает туда, к Вязьме, а затем уходит к Сигизмуду III, вглубь уже Польши. Ну и таким образом вот это наступление было отбито благодаря героизму. И здесь наступает такой важный перелом, после которого Трубецкой окончательно все-таки объединяется с Пожарским, создается правительство, в главе которого стоит Боярин Трубецкой и Стольник Пожарский, и староста Минин, который, по сути дела, не только военные функции выполняет, но и правительственные функции. А поляки оказываются теперь в плотной блокаде. Пожарский им пишет и предлагает капитулировать. Несмотря на это, поляки упорствуют и отвечают на призыв Пожарского вот в такой любопытном послании. «Письмо твое, Пожарский, мало достойно того, чтобы его слушали наши шлихетские уши. В делах рыцарских вы хуже всех народов других государств и монархии. Мужеством вы подобны ослу и омерзели перед Богом. Предни обращайтесь к нам со своими самосбродными идеями. А ты, Пожарский, лучше отпусти к сахам своих людей». То есть они вообще, так сказать, ратных людей за мужиков пахарей, так сказать, почитали в этом плане. Вот чем объяснить упорство поляков? Да потому что они награбили в Кремле, в Москве, несмотря на все вот эти перипетии, потому что грабителей до этого хватало. Хватало и своих грабителей, и тот же самый самозванец, первый Лжедмитрий, который крепко очень разорил, так сказать, кремлевскую казну. Но когда поляки дорвались до кремлевских, так сказать, богатств, они все, что можно, как говорится, ну, так сказать, себе в свои обозы перетащили. Причем первоначально они были настолько богаты, что мы знаем там Конрад Бусов, такой оставивший записки о смута времени, писал, что они развлекались тем, что брали жемчужины и вместо пуль их использовали и стреляли. Ну, естественно, с этими набитыми, так сказать, карманами золотом, иными, так сказать, богатствами, вот эта жадность, так сказать, алчность перевесила, и они все время, так сказать, отказывались, пытались, так сказать, устоять, надеялись на деблокацию, на освобождение, на слово Хаткевича, но получалось все очень плохо, а потом просто наступил страшный голод, причем размеры этого голода, в общем-то, колоссальные, и случаи выпиющие, дело доходит до людоедства. Вообще-то я не буду вам цитировать и описывать стоимость, так сказать, тех или иных частей тела, потому что денег было много, а еды было мало, но золотом сыт не будет, что называется, и все кончается, конечно, для них все-таки печально, значит, и в конечном счете они потихонечку, так сказать, начинают сдавать позиции, ну, вы знаете, все это заканчивается, значит, тем, что они дают согласие на капитуляцию, происходит капитуляция поляков, мы это в учебниках истории, картину знаменитую хорошо знаем, вот она, эта картина, здесь как раз изображен Пожарский, и ему капитулируют, поляки там два полка были, один капитулировал Трубецкому, казакам Трубецкого, надо сказать, что казаки просто вырезали всех пленных поляков, а Пожарский дал обещание, вот опять его черта, этого человека, если он дал обещание, дал слово, то он его выполнял, и он, так сказать, полк Струща, который ему сдавался, его не перебили, он не дал расправиться, ну, а расправа понятна, потому что москвичи, конечно, пылали негодованием, ненавистью, так сказать, к полякам за все те злодеяния, которые они сотворили за полтора года, так сказать, пребывания в Москве, ну, он, так сказать, остался верен своему слову. Вот здесь более крупный эпизод, где перед Пожарским склоняют знамена. Ну, и Москва была освобождена, и далее начинается очень важный процесс, это Земский собор, избрание государя, потому что избрание государя воспринималось как возрождение государственности, без государя государство просто не могло существовать. Во время выбора, вообще-то, называлась и кандидатура Пожарского на престол, освободившийся, но Пожарский, в общем, так сказать, не претендовал серьезно на престол, а стал поддерживать кандидатуру, в конце концов, Михаила Федоровича Романова. И иногда говорят, что Романовы отплатили недоброе Пожарскому, этому герою-освободителю, имея в виду, что потом, а потом Пожарский проживет достаточно долго, до начала 40-х годов, там будет несколько местнических дел, которые Пожарский проиграет, причем проиграет людям, типа Лыкова, который вот на самом деле, так сказать, находился в Кремле в составе вот этого пропольского правительства. Но дело в том, что это не совсем правда. Пожарский проиграл, потому что с точки зрения все-таки местнических счетов он был представителем, ну, так сказать, меньшего колена и претендовал на меньшее. Но все-таки Романовы сделали все возможное для того, чтобы поднять рот Пожарских, к этому времени отчасти захудавшие и в среде царедворцев не занимающие такую очень важную позицию. Вот здесь мы видим гравюру из знаменитой книги «В избрании на престол Михаила Федоровича». И здесь как раз вот этот эпизод, вот он прорисован. И если вы посмотрите, здесь помазуют на царство Михаила Федоровича, видите, такой молодой подросток, да, вы знаете, что Михаил Федорович ему исполнилось 15 лет только. Ну, а здесь вот три фигуры – шапка Мономаха, яблоко и жезл. И вот среди этих фигур Пожарский, который был пожалован сразу боярским титулом. И это была очень высокая награда. И больше того, он не просто получает боярский титул, да, а участвует в церемонии и вот несет царские регалии. В дальнейшем Пожарский занимает такие ведущие позиции вообще в правительстве, особенно при Филарете, патриархе Филарете, отце Михаила Федоровича. Мы его видим на первых ролях. Он возглавляет ряд приказов, он у нас занимает такие важные военные посты и отличается в боях с поляками. Вот, так что вот эта фигура, незаурядная фигура российской истории, подлинный герой российской истории, оставляет такой неизгладимый след в смутном времени и в последующих событиях становления и возрождения русского государства.